Итак, дорогие друзья, всем огромный привет! И сегодняшнее видео я хотела бы начать непосредственно с основной темы. Сегодня мы будем с вами преображать наш туалет и немножко затронем ванную комнату, сделаем такую легенькую уборочку после ремонта, потому что когда я делала до уборку, я так быстренько проходила, если бы уже заехать. Ну, вы сами понимаете, у кого был ремонт, все, кто хотят быстро заехать, так бегло пробегаются по всем стенам, плитке и так далее. Сегодня мы с вами еще раз пройдемся, все протрем. Также будем перекрашивать дверцы в туалете, но это вы увидите попозже, я вам покажу. А сейчас я вам хотела бы показать новинки из Икеи, которые как раз будут участвовать в преображении наших комнат. Для покупки из Икеи я взяла два декоративных растения и два горшка. Вот это растение и этот горшок я планирую вместе сочетать таким вот образом в туалете на полке, которая у нас образовалась из инсталляции. Посмотрим, как это будет выглядеть после преображения. А вот этот цветок, я думаю, все его знают уже прекрасно из Икеи. И вот этот вот горшок, очень красивый, очень понравился. Вот так вот называется. Буду использовать для украшения ванной комнаты. Будет это выглядеть все дело вот так. Пока не знаю, куда конкретно поставлю, будем вместе с вами решать. Также взяла два набора полотенец для рук, чтобы было все гармонично и не выбивалось из общей концепции ванной комнаты, чтобы все было однотонно, красиво, минималистично. Полотенце называется вот так вот. Очень хорошо впитывают. Взяла две упаковки для начала. Посмотрим, если будет надобность, возьму еще несколько. Вот. В одной упаковке две штуки, соответственно, у меня четыре штучки. Вот. Сейчас их отправлю стираться, чтобы потом их развесить. Как раз пока они будут высыхать, мы сделаем с вами всю переделку. Также еще, помимо Икеи, точнее, то, что я вам уже показывала, вот эти вот полотенчики белые 10 штук в наборе тоже пойдут в стирку вместе вот с этими полотенцами. Так. Еще мне как-то Паша, муж мой, дарил на, так скажем, на заселение в нашу квартиру после ремонта прекрасный, чудесный букет вот такой вот, красивой корзиночки. Цветы я уже, соответственно, вынула, хотя был очень красивый сухостой. Решила использовать также для декора в ванной комнате. Думаю снять вот эту вот ручку. Ну, посмотрим, в общем, как использую. Вот. Также для декора буду использовать такую вот свечу. Были недавно в парке Измайлова, купила. Очень приятный запах. Буду использовать для декора в туалете. Давайте я вам сейчас покажу, что конкретно я хочу сделать в туалете. Вы прекрасно все видели уже эти дверки ни один раз, ни в одном видео, я надеюсь. Вот. Так, изначально в наших задумках эти дверки должны быть под цвет нашей инсталляции. Мы даже заранее брали вот такой вот лак алкидный глянцевый цвета орех. Вот. Будем сегодня с вами покрывать лаком наши дверки. Также вы можете заметить, что у нас здесь есть петли. Они такого металлического цвета. И у меня есть краска, точнее эмаль по дереву и металлу для внутренних и наружных работ. Она отлично подходит как раз таки для окрашивания таких деталей. Покрасим также с вами петли. Будем красить как снаружи, так и внутри. Правда, честно говоря, я сейчас не представляю даже, как мне заснять весь процесс. Но я надеюсь, что у меня это получится, потому что дверки снять уже не удастся. Так как, сейчас объясню. Они прикручены непосредственно к самой плитке. И мы боимся, что если мы их выкрутим, дюбеля, так скажем, выпадут, у нас будет проблема. Потом, не дай бог, мы что-нибудь криво повесим. А снимать непосредственно саму дверь с петли тоже опасно, потому что боимся, что все-таки это самые обычные дешевые двери из Леруа Мерлен. Немножко страшновато снимать, потому что боимся, если мы, опять же, раскрутим это все дело. При повторном вкручивании могут пойти трещины или еще что-то. Ну, конечно, может быть, мы и не правы, но рисковать, честно говоря, не хочется. Поэтому для сегодняшней первой переделки нам понадобится лак мебельный, алкидный, глянцевый, орех, эмаль по дереву и металлу для внутренних и наружных работ. Вот такая вот кисточка. Маленькая кисточка. Также взяла самый обычный респиратор в хозяйственном магазине. Не знаю, насколько он эффективно поможет от всяких выделений, которые остаются после нанесения таких вот средств. Ну, посмотрим по действию. В общем, я предлагаю приступать, а то вступительная часть у нас очень долго затянулась. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Вот все, что я собрала для декора Сейчас будем отклеивать наклейки и все расставлять по местам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok